МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите итоговый выпуск новостей РБК Петербург. С вами Юлия Глебова. Здравствуйте. Крупнейшая энергомашина строительный холдинг России может вывести свое производство из центра Петербурга на окраину. Официального подтверждения этому представители компании пока не дали. Однако сегодня они обсудили эти планы с руководством города и первым вице-премьером Сергеем Ивановым. Он поддержал такое решение и заявил, что холдинг может рассчитывать на помощь государству. В прошлом году компания вышла на четвертое место в мире на рынке оборудования для энергетики. Портфель заказов холдинга в 2007 составил 2,6 млрд. Это в полтора раза больше, чем в 2006. Однако даже таких результатов, по мнению первого вице-премьера, недостаточно. Для завоевания мирового рынка энергомашиностроения компания должна еще увеличить свои мощности. Задача наша заключается в конечном счете в том, чтобы силовые машины были конкурентно способными на глобальном рынке, могли наряду с растущими потребностями внутри страны обеспечивать производство всей номенклатуры энергомашиностроения для внешних рынков, включая самые перспективные – китайские, индийские и ряд других. Аукционные торги нефтепродуктами на бирже Санкт-Петербург должны начаться 28 февраля этого года. Биржевые – на месяц позже, с 1 апреля. Эти даты сегодня сообщил на встрече с брокерами и дилерами биржи, замглавы Минэкономразвития России. Кириллу Андросову сегодня продемонстрировали готовность площадки к торгам. Для проведения аукционов чиновники и бизнесмены совместно создали так называемую «шлюзовую систему торгов». Она поможет потенциальным трейдерам закупать нефтепродукты в Петербурге. Что же касается начала торгов, осталось утвердить правила их проведения для государственных компаний. Без них торговля нефтепродуктами не сможет начаться. На реализацию экологической программы «Октябрьская железная дорога» израсходовала более 60 миллионов рублей. Средства направлены на обеспечение условий для соблюдения требований природоохранного законодательства. В частности, деньги пошли на утилизацию отходов производства и ремонт пыли газоулавливающего оборудования. Путейцы заявили, что благодаря этому в прошлом году дороге удалось сократить выбросы вредных веществ в атмосферу на 116 тонн и снизить образование отходов на 173 тонны. Кроме того, ОЖД удалось сэкономить. Эксплуатационные расходы в прошлом году сократились на 23,5 миллионов рублей. Правительство Ленобласти увеличило финансовую поддержку агропромышленного комплекса. В этом году областной бюджет выделит 670 миллионов рублей на субсидирование ставки по кредитам фермеров. Это в полтора раза больше, чем в предыдущем. Еще 740 миллионов на эти же цели выделит государственный бюджет. Суммы господдержки чиновники озвучили сегодня на совещании по итогам работы агропромышленного комплекса региона. Сегодня же в Петербурге фермерам показали технику, которую они могут приобрести в кредит при поддержке государства. Современные машины обладают высокой производительностью и могут заменить на полях труд нескольких сотен людей. Власть должна регулировать цены на социальные продукты. Об этом сегодня заявили представители Смольного. Причем, по их мнению, это может происходить на региональном уровне. Необходимо рассчитать потребление той или иной продукции в регионе, заранее выяснить у местных производителей, сколько они смогут поставить, а остальное закупать на бюджетные деньги за границей. Окупательская способность, она вычисляется моментально в течение года. И объявить нашей промышленности в конце года, могут ли они поставить определенное количество продуктов питания тех или иных. Если не могут, тогда мы закладываем бюджет, деньги и закупаем где-то продукцию. А пока не разработаны более совершенные методы сдерживания инфляции, город, производители и поставщики продлили до 1 мая срок действия четырех продовольственных соглашений – хлебного, молочного, а также соглашения по стабилизации цен на куриные яйца и подсолнечное масло. Первая из них появилась еще в августе прошлого года. И на сегодня это все новости. С вами была Юлия Глебова. До встречи на нашем телеканале. Также смотрите нас в интернете на сайте www.urbc.ru. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok